добрый день дорогие друзья меня зовут анатолий и сегодня вместе с вами хотел бы коснуться такой темы как фитнес на природе прежде всего это надо выяснить каждому человеку что фитнес это пища для его тела и использовать фитнес необходимо постоянно всю свою жизнь и возможности фитнеса они достаточно большие но надо помнить слова апостола павла который сказал что телесное упражнение мало полезно он не сказал она не полезно нет он сказал она мало полезно а благочестие на все полезно и поэтому рассуждая о фитнесе мы должны знать о том что это пища для нашего тела но не для души и использовать его необходимо регулярно постоянно своевременно и в этом надо пребывать постоянно и так фитнес все его разнообразие это общая физическая культура и в этой культуре необходимо развиваться наполняться и удерживать для своего тела определенные физические кондиции такие как гибкость сила координация выносливость гибкость и если мы не будем питаться фитнесом этой пищей то конечно же мы будем слабеть и слабее человек скатывается к физическим недугам слабости и он не в состоянии справляться уже с теми нагрузками жизненными которые необходимы постоянно для того чтобы человек оставался здоровым и поэтому касаясь темы фитнеса я хотел бы сразу же сказать что тема фитнес на природе она сегодня очень и очень актуально потому что большинство людей все-таки приобретают желание и удерживают это желание заниматься фитнесом не на природе а в закрытых помещениях это такие как крыты бассейны фитнес-центры студии по йоге может быть аэробики пилатесу и так далее так вот почему же все-таки фитнес на природе наиболее ценен прежде всего как и в пище и живая пища а есть мертвая искусственная скажем яблоко это живая пища а яблочный джем это уже искусственная пища и поэтому фитнесе точно так же есть естественное занятие на природе и это может быть поляна в лесу пляж у моря площадка у озера или горы но в любом случае человек должен уяснить что занятия фитнесом на природе они намного ценнее и важнее чем занятия в закрытых помещениях и вот почему первое это чистый воздух чистота воздуха это ключевой момент занятиях потому что мы учащаем свое дыхание и мы наполняя наше тело чистым кислородом воздухом мы обогащаем все наши органы наше тело и она тогда становится более здоровым второе это красота естественной природы третье это закаливание потому что сменяется времена года меняется погода и мы укрепляем свое тело за счет закаливания и наконец следующий момент это спокойствие спокойствие это когда нету разговоров между людьми техно музыки или рабочего шума да и все это очень благотворно тоже влияет на человека и пятое все-таки это естественность естественность природная они искусственное и это тоже важно для человека как же составить план фитнес тренировки как составляется этот план лучше всего в идеале начать на природе с медленной ходьбы а затем перейти на быструю ходьбу затем на медленный бег затем бег с ускорениями а затем снова вернуться к медленному бегу и ходьбе второе это дыхательные упражнения во всем их разнообразие третье это суставная гимнастика четвертое это силовые упражнения утром и вечером это один подход а днем это может быть 23 подхода и делаются они в следующей последовательности прежде всего это упражнения для ног затем упражнения для спины затем руки и затем живот и затем можете это повторить снова ноги спина руки живот следующее это упражнение для шеи отдельно и для глаз а затем упражнения для памяти и на равновесие и завершается этот комплекс упражнениями на гибкость гибкость плеч спины и ног и такой комплекс составлены индивидуально человек может повторять в неделю от 3 оптимально до четырех раз и время отведенное на это занятие может быть от получаса это минимальное время до 1 часа 15 минут это оптимальный режим тренировки просуждайте на тему фитнес на природе фитнес вашей жизни а я желаю вам божьей милости и благодати до свидания